всем привет всем привет всем привет всем привет сегодня у нас в планах у меня в план annihilation мод ну как вы уже знаете по традиции я завершаю свои настройки и мы приступим изучению этой красной модификации пока наслаждайтесь музыкой вот здесь интересно да сроку скидывать значит в описании есть в описании есть ссылка на дискорд канал где вы сможете скачать этот мод можете проходить туда смотреть искать качать если возникнет желание тут куча куча как обычно всяких комнаты даже не знаю куда ссылку скинуть чтобы пригласить людей такси на стрим ну да ладно приводанец привет живоданский зверь так чекаем 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 чек все я сделал вроде все но если чё начать привет они если чё в чатике вы мне подскажете так значит чем принципиально отличается этот мод во первых я не знаю я еще не все изучил мы вчера один вечер покатали я успел ознакомиться только с основными изменениями во первых это большой разброс ценах юнитов здесь есть юниты по 200 поинтов есть юниты по 5 поинтов мод посвящен событиям после 90 года даже после 95 года ну и вот здесь можно посмотреть допустим самолет за 205 поинтов за 220 поинтов самолет безумно дорогие юниты с одной стороны с другой стороны это у нас будут мотострелки по 11 поинтов при таком разбросе совсем понятно как отстреливать этот спам также есть определенные проблемы с пока что из того что я вижу с дешевым дпс все очень дорогое ты 14 армата волшебный танчик 15 хп тур на 25 пробития 65 точности 25 брони во самая большая броня ваниль например такого нет далее еще один вариант арматы например т-15 армата это какая-то уникальная фугасная пушка я ни разу не видел ap 10 рейд of fire 102 раунда в минуту это безумие конечно же а мат как половина он боя а нет вру это ap power это брони пробитие к е полтора тоже кстати говоря немало противопехотная машинка за 170 поинтов с 25 лбом также здесь в танке вмонтирован небольшой миномет идем до украины дальность 400 откидывается чисто ты маме что еще то еще что еще павло отдельно как не знаю как то лучше сделать допустим вот так 130 поинтов 190 поинтов с 400 160 поинтов с 400 кравлер безумные деньги просто безумные причем застряю ваше внимание дальность максимально приближена к реальной 14000 метров точно 70 процентов вот допустим по ложка 10 тысяч метров на 70 процентов точности а бук м3 викинг 85 процентов точности точности по просто сумасшедшие дальность безумная однако с другой стороны с другой стороны сейчас найдем анти радары также работают начата на 14000 максимальная дальность пво в районе восьми тысячу американцев против анти радара на 14 это безумно прям безумно тяжело контрить на этом и посмотрим в ходе игры пока что только заостряю внимание на разлете цен ну так же вы смотрите видите что на экране есть какие юниты вообще присутствуют суд 25 см су-34 и так далее танки современные ну как это работает моделька старая модели сами по себе нельзя не менять не дополнять но можно менее характеристики менять им иконки модификациях привет насчет на стрелков пехоту в моде очень хорошо украшивают выкашивает бумеранг пример его аналоги посмотри зеленых действий за 6 поинтов я пока не знаю что бы бумеранг с таким не сталкивался но мы сейчас дойдем теперь до фракции собственно говоря про фракции значит они все фракции играбельны здесь есть вот этот список основа понятное дело американец вроде бы можно собирать британца полноценно вроде бы можно собирать ду джермана я смотрел только американца и у нас есть полукрбат знаменитый это коалиция польши и украины то что тебя как раз интересует они сожалению она не работает это дека фракции и сейчас нельзя выбрать может просто зависнуть игра она не доработана какие-то юниты введены например вот какой-то шквал бмп-1 у но перевод переименование юнита сделано не везде и это дека не участвует в сражениях также если нет разделения на украинцев или поляков вот пехота смех это кто это поляки будут у нас готовы в готовой версии или это будут украинцы пока непонятно так значит зеленые драконы теперь с пехотой я не вижу смысла еще раз показывать там такая каша что надо самому скачивать и смотреть теперь зеленые драконы я эту деку не смотрел даже говорят прикольно я не знаю сразу нахожу к шамку нахожу фоб передвижной фоб я тоже не смотрел что это такое здесь реализована механика транспортирования техники на вертолетах давайте пока другую деку посмотрим опять же я не смотрел еще как-то раз организовано ну вот например avenger можно перевести на вертолете 25 поинтов так поехали возвращаемся теки сразу же что бросается в глаза более дешевые к шамки до броня единичка фрук за 90 поинтов 85 поинтов я вчера этого даже не заметил смотрел транспортными 17 35 на 1500 литров снабжения даже не знаю кто в эту в коалицию ходит зеленый дракон вижу мистрали вижу еще какие-то пазырка ракеты значительно уменьшена в среднем дальность любых гранатометов 700 до пяти шести сотен метров так полуптур нет и полуптур battle of 11 бронепробития 80 процентов точности на 700 метров вот так примерно балансировано чем выше точность вернее чем выше бронепробития тем ниже дальность так вот это пока что из того что я заметил снова тот же самый мб тылов увеличилось количество пехоты с турами многих дек появились магланы либо их аналоги например груш никами груш ником дали метис м1 ну и вот есть чуваки 10 человек вполне себе боевая пехота с хорошими характеристиками элита с туром причем тур неплохой подсказывает илья сидоров индонезия таиланд бирма лаос камбоджа это зеленый дракон каеф каеф я думал какие-то американцы китайцы корейцы значит дальше джевелин джевелин здесь принципиально переработан если в ваниле это тупо pzrk то здесь это тур стреляющий во крышу есть такая специальная приписка топ реализован таким образом чтоб тур подлетает якобы вверх и попадает крышу танка таким образом броня 13 работает не против лобовой вернее бронепробитие 13 работать не против лобовой брони а против брони топа 13 против 4 будет математика они 13 21 кстати раз уж сюда пришел посмотрим чё по танкам т-84 оплот привет каминский т-72 b1 снова с дымами кстати говоря не у всех танков есть дым и что интересно танк туром отлично фракция слабенько конечно пока что выглядит по танкам самая сильная страна здесь россия самая сильная авиация у русских самая сильная про судя по всему самые сильные танки они по характеристикам не уступают американским а плюс еще птур на вешеные да не чуть подороже значительно подороже нос оси сильный хвасонг 5 одна ракета на 340 тысяч метров по и 2020 20 х это это этот ланс или на их очень сильная ракета на три сорок тысяч далее здесь конечно сумасшедшие 30 тысяч 40 тысяч метров уменьшили количество минометов доступных шестерка но это шестерка руки новобранцы а если мы возьмем более эффективный миномет более дорогой там будет четыре машинки уже не знаю что есть миномет так сейчас посмотрим так посмотрим присоединяться ли парни пойдет пока что так 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 скинул приглашение посмотреть стримчик в том числе и в забугорный дискорд там где этот мод собственно говоря распространяют возможно придут люди оттуда и потому что здесь нету деки у них просто нету дек их просто нету мода на этой карте мы уже катали давайте чем побольше сделаем на этот раз да да есть вот такая фишка ждем парней с того что я видел самые эффективные пока что деки это механы сейчас я вам покажу как начнется игра чем смысл позы кого подтянулся людей немного играет начнем пока так а дальше уже присоединиться еще кто-нибудь да забыл сказать при сборке дек вам варьба универсальную деку дает универсальный деки доступно всего 45 очков активации поэтому эффективно и выгодно брать специализированный деки чтобы получить больше очков активации универсал всего 45 поинтов механ 55 допустим так сейчас вернем вернем музычку ну и поехали начнем с фобов я не пока не стал брать юниты которые мне не знакомы которые я не понимаю как работают вертолетный десант и прочие всякие такие фишки так я не так то характерно здесь десантных деках можно брать пузырка вертолета механизированных механизированных деках вы можете собрать полноценное вертолетное развертывание значит поехали буду потихонечку рассказать что за юниты грин береты супер элита 5 человек аналог магланов на 23 бронепробития прекрасные еще и на вертолете ким невидимом летают mq9а рипер дрон беспилотник 4 алфайра 2 пв прекрасно 80 поинтов так рейджер обычная стандартная зеленая разведка без излишества извращений танки 150 поинтов механи в механи 135 поинтов 22 броня 21 броня аж сам hc бронза 105 поинтов и 65 60 поинтов м1 айпи а бронза 17 броня его безумно жирный парик с радарная машинка напоминаю напоминаю по выводом вернее анти радары бьют на дальность 12000 метров у меня допустим будет 14 не будет 12 ну и патрики 4 тысячи метров против 12000 анти радаром господи специфические патриоты которые выстреливают ногу ракет за короткий промежуток времени так ну что поехали попытаться каким-то образом развернуться и не сдохнуть я уже не успеваю не успел так значит не успел необходимо здесь прикрыть вертолет здесь прикрыть вертолет дальше туры до американцев есть джавелины еще дополнительно разведчика танки только один успел взять хорошо ну и напомню что у меня тут двойное количество юнитов пво юниты поддержки стоп нет не то то не то не то а саус экшен мне нужен вот он как раз поехал эта колесная машинка которую необходимо было сбить папа тур харнет так миномет 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 училки не хватает дальности 2400 чтобы сбить вертушки в вертушек нет ракет не ракет нет ни меткости сейчас парни прилетят они прямо очень любят воздух обузить как я узнал вчера охотник гбушный бомбер 5000 метров две ракеты там бьющий по крыше но как именно бьющий не знаю куда ты стреляешь то а дрон антирадар все собрал беспилотник был все полетели на респе стоит пво пво простреливает через всю карту в 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 Это не истребитель, это антирадар сейчас был за 200 поинтов А теперь задачка уехать Если враг контролит ПВО, сбить Убить его практически нереально Так, у меня там какая-то движуха с фланга появилась Я что-то видел краем уха А вот теперь мне придется каким-то образом разбираться с антирадаром, который летает куда хочет И стреляет на 12 тысяч метров ССО это полный аналог спецназа С РПО А потратим птуры в таком случае М113, чтобы танки подсохранить Пошел облет Но я думаю будет что-то поопаснее Хорошо Рифлы справятся Из-за желания разработчиков мода сделать реалистичную дальность полета Противовоздушных ракет по микроконтролю чудовищная нагрузка Ты не можешь пользоваться радарными установками вообще Ладно, погнали ставить кэшемки Сюда Дальше Обязательно надо будет посадить разведчика на бровь Дальше Да, в принципе, попробуем И хочется укрепиться на бровь каким-то образом Воу-воу Тот самый мод, в который мы не играли вчера Да, да, Крекер Крекер, если что, заходи Нам нужны люди поиграть в этот мод Постримить, показать Что это такое Так, привет, Александр Адаменко Посмотри сначала Стрим Ну и мы потихонечку как раз будем разбираться В чем изменения Во-первых, это изменения значительной цены Прям разброс Изменения ПВО Связки, вернее, ПВО И Кадаров Вот я даже не понял, кто меня высветил сейчас Увидел Сентуриона Парни сейчас будут сидеть до Талава Конечно же И пытаться играть через воздух Ну так делать не надо, ребята Если вы слышите Надо воевать по земле Да в смысле Я пришел сюда деградировать А не что-то делать Все пришли сюда деградировать А работать придется В данном моде есть С-300 Да, есть С-300 И не одна Кстати, Тандерболт Тандерболт Две ракеты Нуры Сто поинтов Броня единица в круг Всего лишь на всего Вылетать я, конечно же, не буду Они меня разводят Сто пудняк Так, а почему эти Абрахеты не отъехали назад Я, наверное, еще хотел бы Вытащить Немножко Кого? Да, ПВО Главное успеть его вытащить Как только оно выйдет Со стрелки Немножко опоздали, парни 32 ракеты Специфическая установка Которая отстреливает сразу же Байкомплект То ли 4, то ли 8 ракет Я не помню Очень много, короче говоря Надо качать быстрее Что-то пропуская минимум Ты имеешь что качать мод? Да, надо качать мод Ссылки в описании, если что Проходите в дискорд разработчиков Этого мода Воруйте оттуда этот мод И вот всем вот таким занимайтесь Давайте организовывать И подготавливать атаку Еще раз напомню, что их двое Еще раз напомню, что они работают через воздух Преимущественно Это значит, что мне понадобится Очень сильное ПВО Российская авиация Настолько сильна, что у меня шансов Перебить ее истребителями просто нет Значит ПЗРК С-400 это зря они добавили Ведь это ПВО стратегическое значение И самолетам при нем будет нехорошо С-400 бьет на дальность Что-то в районе 14 тысяч километров что ли Или 12 тысяч метров Короче говоря, вот здесь стоит установка Она простреливает Аж до фокстрота гольфа Еще немножко разведки Дальше ПВО Снова проблема Она все радарная Придется удержать в каких-то стеках И выключать в свое время Так, тут надо почекать Что происходит И перезарядить вертолеты И перезарядить вертолеты М270 Работает по типу Марса Ну это по сути и есть Марс Только с девятым фугасом Стрелялся сразу же двигаю В сторону Прилетит еще сорта Еще вот здесь надо обязательно посадить ПТУР Только уже не Джавелин А настоящий ПТУР ТОУ Странная тактика, ребят Если вы слышите Ну как бы я Не обязан вас атаковать Когда у меня за мной большая часть карты Ну что, поехали Начинаем готовить ударку Уже Есть, кстати говоря АМПВ ГП Что бы то ни было Похоже на какую-то Сто тренажку с АГС Мне очень понравилась Она безумно дорогая Сорок поинтов Но Восьмая броня АГС на 1500 Продолжают летать Ну так Не выигрывают, конечно Во, пошли вперед танки Наконец-то Здесь еще, по-моему Субъективно Переделали Разведку Она как-то не так светит Как обычно Пошли ПТУРы Сейчас прилетит ответка Танки пока Танки пока не срываю Так, что еще можно сделать Ну, нужен ДПС Для отстрела Всякой шушеры А, я забыл сюда притащить Сингер Так вот Сразу же Вчера Вчера, бастарда Вы долго Насиловали Вертолетами Сегодня у вас, парни Не получится Хотя, может и получится Подавляющее преимущество У вертов Над ПВО 2800 Но тут Типа там 2600 Что-ли Я еще не успел Выставить на позицию Восполняю Потери Так, так, так У нас кто? Антирадар на 11000 Надо тоже поработать артой Там они стоят Вот на этой вот позиции Квадрат на гольфе Не перекрыт Никаким образом Естественно Ну и сейчас будет Большая битва Бустарт против воздуха Еще раз прошу прощения А, да, я еще не просил Прощения За то, что не читаю чат Их двое У них в два раза больше микроконтроля Нельзя расслабляться Вот он спецназ Пошел Пошел, пошел, пошел Плюс 13 Сейчас придет Кстати, дальность У истребителей Тут 9500 8500 Короче говоря, сумасшедшая дальность У самолетов У ПВО Всего на свете Так, ладно Поехали вперед танками Спрут активно обузит Какие-то установки непонятные Даже не знаю, о чем она Пошел арт-удар Зачем сюда Непонятно Дымы какие-то Ну, тут уже Я могу позволить себе Даже потерять эту позицию А может кэшемочку для плюс 2? Да, по идее Надо кэшемочку Но я хочу показать движуху Я хочу показать юниты Я хочу показать, что такое бумеранг С крутым каким-то пулеметом Говорят, вообще чума Режет пехоту только в путь 12.7 Снова начинается Это окружение Большого количества вертушек Я это уже видел Надо придумывать что-то еще, ребят Я уже видел эти Массовые атаки Массовые заходы Так, немножко проредил Су-57 200 Опа Вот она где стоит С респа застреливает Так, что у нас здесь Тигреем, да? Тигреем Можно сюда притащить Еще отряд элиты И рифлменов Потихонечку выкидываем Сдерживаем Точнее оппонента Потом будем их выкидывать Пока еще только сдерживаем Пошла арта по позиции Еще одна установка Будем Вамбливать в каменный век Опа Опа Прилетел И антирадар Кэшная дистанция Которая я не могу ему ответить Бах 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 Жесть Один танк минус Второе необходимо зачинить Ну и конечно же Это размен В мою пользу Сто процентов Тиградар все равно ценнее Пошла арта по моей арте Так Погнали Сивишку И погнали Ударку На фланг Это можно перетянуть наверх Потом спуститься вниз Тут если что Абрахи есть Поработать по браво У нас мотострелками Там кто-нибудь уже разберется Так И вот эту позицию Тоже необходимо прочекать И зачистить Очень медленно Работаете парни Если вы это слышите Очень медленно Вы можете меня растаскивать Чисто на микроконтроле На креативе Бешено микро Так что у нас здесь Одна установка погибла Ну ладно Хрен с ним Что теперь сделаешь Довольно слабенькая Атака получилась На самом деле Ну ладно Будем перекрывать дыры И готовим пуш вниз АГС Еще спам К сожалению нету Не нашел Ни них интересных машин Наподобие арматы За 180 лет Что-то типа того Поинтов По танку Фугаса Ну ладно Пусть будет фугас Мне самое главное Самое интересное Здесь сделать так Чтобы никто не видел Патриков Опять найти Найтхантеры Аллигаторы Здесь у нас 185 поинтов 2.800 ракета Хризантема 75 точности 29 Пронепробития 80-ти миллиметровые Нуры Автопушка 2.42 Которая на БМП Устанавливается По-моему Второй Здесь Исчез Ка-52 Ракета Вихрь 2900 по земле 2600 по вертолетам Нуры 122 миллиметра Автоматическое орудие 30-ти миллиметровое Офигеть статы Просто жесть Тигрэм Что такое Автопушка Колеса Едничка брони В круг Моделька Хаммера Дымы 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 У меня нет такого танка Показать Как это работает Я не взял Хорошо Беру Бас Буско Третьего Покажу На его примере Как это Выглядеть Может Так Ну и шо Ну и в перде В принципе То В связи С тем Что ПВО Здесь Контрить Довольно Контролить Довольно Сложно Имеет смысл На полном Серьезе Брать Специализацию Саппорта Вот Черт Вот она Все бои Я проигрываю Воздушные Но зато Сейчас будем Открываться По земле ВДВшников Нет 90 Модификации Есть только Обычные Но у них Бронепробитие Мое почтение 19 На 60% До 25 Ачей Сюда Патрики Перетащить По дороге Естественно Ну и Вытаскиваю Брахи Которые будут Простреливать Вниз Здесь Также Необходимо Забить Этот лес Пехотой Вытащить Вытащить Сюда Что-то Наподобие Тура Стингера Джевелина Еще дополнительно Мясо Сюда То что Доступность Большая Внимание Особо не Обращайте Все-таки Я играю Придвоих И численность Армии У меня Двойная Поэтому Это будет Не 6 М1 А2 Абрамса В сет Таск 2 А только 3 Хорошо Пошла Зачисточка Пошла Очень сильно Парни Вложились В воздух Очень сильно Вложились В Скажи мне Скажу Вертолеты В артиллерию Теперь им не хватает Сил Что Просто По земле Держаться Хоть как-то Надвиж крекер Срочно Парням Нужна Твоя помощь Передвигаю Абрамс И показываю Как работает Дымы Кнопочка Смог Ос 400 метров Можешь Задымить Бинт Как Короче Стандартный Бинт Дымовой У меня Сейчас Здесь стоит А Да Я ПВО Не притащил Вот Он Кидал Дым Вы же Надеюсь Видели Кидал Дым И Все И уехал Не Самый Выгодный Размен Конечно Ну ладно Как Будет Такой Очень Много Незнакомых Юнитов Я Не Не Понимаю Кто Здесь Кто Хорошо Пошел Залп Дальше Я могу Работать Безбоязненно Вводя Основные Силы В бой Первая Часть Пошла Вперед Выманил На себя Артиллерию А потом Пошли Основные Войска Так Абрахи Необходимо Зачинивать Сумасшедшее Количество Денег Просто Безумное Количество Денег Я Могу Сорганизовать Полноценную Атаку На Чарли Сосошники Какие-то Ползают Мы М113 Разобьем Сейчас Так Слайм Уже Вышел Что Называется Спасибо Ему Сразу За И И За 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 И Потихонечку Будем Доковыривать За КВ Главное Чтобы Было С кем Играть Очень Пассивная Игра Неважно Это Мод Это Не Мод Надо Как-то Пытаться Сражаться За Инициативу За Инициативу И В принципе Сражаться Атак Приехали Не Повоевали И Ничего Не Получилось Так Давайте Сейчас Коменты Почитаем Коменты Почитаем Бандит Погнали Бустар Догонять Погнали Парни Скачивайте Мод Погнали Бустар Догонять Как по мне Тут нужно Играть 4х4 Да Крекер Здесь Прям Важно Иметь Чувака Который Будет Тупо Контролить ПВО И Самолеты Лучший Режим 4х4 Может Кошемочку Для Плюс 2 Не Помню Кто Привет Привет Антон GT40 Что думаешь Насчет Введения Азова В данный Мод Азов Это Никакая Не фракция Делать Войм В моде Нечего Ну и Каловая Масса Танка Британии Постоянно Будет Посмотреть Британию Нет Это Не Мета Это Парни Очень Пассивно Играют Они Предпочитают Отсиживаться По кустам И летать Только Вертолетами И самолетами И артиллерией Это Плохая Стратегия Надо Вообще Вспомнить Надо Бандит Надо Дед Безумно Раскидал Молодняк Павел Степанский Это Не Обнова Это Мод От Любителей Модификация На Wargame Здесь Ввели Дополнительных Юнитов Поменяли Немножко Баланс Ввели Дополнительные Фракции И так Далее Артем Буку На Пиратку Ты можешь Ставить Любой Мод Но Смысло С Не Работал Единственное Что Ну Английская Версия Нужна Дальше Теперь Смотрим РФ Мех Да Я Ж Принял Все Теперь Мы Живодан Друзья И Не Не забывай Что У России Сенцепек На 6 Км Возможно Тосочка На 8 Км Слушай Я Не Видел Я Видел Буратоз За 150 Пойнтов А Сенцепека И Тосочки Нет Здесь Мне Сказали Бери Булстарт Ураган 1 М Это Фугасно Кассетная Хрень Вот Сейчас Будем Смотреть Что Это Фугасно Кассетная Хрень Панцирь С1 Грейхаунд Привет Грейхаунд 3600 Метров Радарный Колесный Всего Три В деке 115 Из-за Того Что Он Колесный Как Мне Кажется Он Гораздо Более Эффективный Чем Тунгуска Он Может Реально Перекрывать Больше Площадь Чем Дальность Его Пушки Колесные Спаги Это Моя Мечта Из Варгейма Здесь Есть Колесные Спаги Особенно Такие Крутые ЗКВ На правильную Сторон Перешел Тут Нет Сторон Мы Просто Смотрим Мод Механ Разведка На Колесах Недоступна Сейчас Будем Смотреть Британцев Что Там Не Так Британией Значит Я Хочу Посмотреть Что Это Зарион Мэйл Я Просто Его Возьму Грушников К сожалению Нет Грушники Здесь 15 человек В отряде Метис С безумным Пробитием Просто Просто Шоколадки Т-80 Уза 90 Пойнтов Основной Средний Танк Советский И Здесь Тоже За 150 Ачей 22 Лоб 23 Бронепробитие Это Лучшая Модель Из Ванилы Елки Палки За 150 Пойнтов Курганец 25 Птур 70% 30 АП Давайте Посмотрим Курганица По одному Птуры Как вы знаете Не работают Надо брать Много Далее В режиме 1 на 1 Пару Танков Обязательно Грейхаунд Понятное Дело Что со Старта За 130 Пв Не вытащу Просто Никогда Но Можно Взять Тора Потом Что интересно Антирадары Они Работают На дистанции Свыше 10 Тысяч Метров Но Самолет Все равно Должен На танк Зайти Чтобы Его Забрать Это Значит Близкострельное Пво Как Тор Допустим Но Все равно Прежним Будет Эффективно Я Считаю Что Предпочтительно Брать Именно Его Нежели Установки На 10 Километров Потому Что Просто Тор Контролишь Так Есть Немножко Пехотки Есть Немножко Разведки Попытаюсь Пытаюсь Протащить Хорнет Один Ну И допустим ВДВ Понятное Дело Не Наступательное Совершенно Развертывание Посмотрим Часто Увидит А Да Давайте Возьмем Вербу ПЗРК Так 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 Верба Характеристики 2600 На 85 Точности ПЗРК Здесь Безумное Оно Вообще Ж Не Мажет Заходить Буду Основой Через Дмитрий Здесь Прикрыть Чисто Фланг Здесь Чисто По Цветку Дать Ну И Полетели Посмотрим Будет ли Он Что-то Высвечивать Не Будет Дрон Вихрь 2800 По вертолетам 350 По земле Дорого Две Машинки Отдавать Опа Полетел Это у нас кто? Разведчик Давайте его сбивать Мастиф Пятипоинтер Хотя Там Не обязательно Будет Это Мейлом Делать Скорость Господи 200 Км В час А Как говорится Ару Так Там У нас Мертовысадка ПВО Есть Надеюсь Что Есть Все Здесь Прикрыто Тут Приехал Туда Куда Приехал Челленджер 2 Тес Так 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 Смотри 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 Ах Сволочь Давай 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 Попал Попал Одну Попал Вот поросячьей радостью Бустарда Самолет Который Попадает Он Все равно Попал Сбил Даже боюсь предположить Что это сейчас было Какая-то хрень просто Бьет и уничтожает Все что я вижу То что у меня есть Точнее Так Ну это говорит Ровно об одном Надо вытаскивать ПВО Парни Очень любят Воздух Очень любят Воздух Прям Нездоровая Любовь Вытаскиваем ПВО И Фактически Контрим Тем самым Парней Воздух Парней Воздух Парней Парней протащу немного мяса на елену надо помогать союзнику я не понимаю этой фишки взять кучу мотострелков ничем их не прикрыть ну ладно 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 все поехали на минус к шею ну шикарно просто шикарно курганец и опять потерял там нам нас не пускают пазырка причем я еще не знаю что это за юнит и вообще непонятно кто меня убивает даже я хотел вертолет вытащить поехали куча куча бумерангов но как бы такое пулемет это все не автопушка они как похоже пво специализировано высвечивает дрон хорошо забрал там какой-то танк это жесткая фигня тут сидит максимально жесткая чем я можно разобрать пытаться понятия не имею чем для сусом правильный рпошник 70 процентов точности 4 х и отсутствие не пробить это как раз вот то что нужно пошли сбивать дрончика встает хорошо он 80 поинт а все-таки стоит как-никак и от чего у нас здесь танчиков недорогих они сейчас ушли в кошельки есть возможность попытаться закомбечить у нас есть поинта у них нет свободно если по это дело вилами по воде лавдэ лавдэ нуры стреляющие по вертолетам жесть кто-то этого думался опять какие-то бумеранги непонятные которые ничего не сделают сейчас просто слив поинтов понятно мне надо размещать кэшем в таком случае случае если на меня пойдут танки я тут не выдержу с 1-ой-то восьмидесятка это и тут у нас без бесцельный слив поинтов 3 бумеранга ни одного пву три бумеранга ни одного пву нахуя так делать давай сбивай бумерангами теперь вайпера чем проблема что ли пытаясь понять как я смогу тут что-то поменять в этой ситуации и что там некая ничего не получается придумать то есть но приходить на григорий там полный крах они меня видят и не пересвечиваю и меня пересвечивают ну давай за 150 за 15 выкупать того чтобы сбить вертолет за 60 всегда прекрасная тема для того чтобы воевать надо собирать армию тоже собирать армию тебе нужно танки в артиллерия ру танки пво пехота артиллерия танки пво пехота артиллерия вот это не армия это говно собачье абсолютно абсолютно бесполезно и ничего не сделает разворачивая батареи на позиции так ввдвшник прошел протащу еще вперед пазыркашничка у нас хорошо минус но это уже не 80 поинтов а 30 поинтов там встал встал а кэшем свою позицию я отдаю конечно же я там ничего не сделаю придачу только немножко пацанов но снова танки тут вертолет висит 20 минут до сих пор никак попыток сбить его нету о господи как я вот это буду устанавливать я просто не представляю вот наконец-то приехал пвошка пвошка начала смотреть тут также нет разведки я уже говорил что здесь как будто бы переделали рекон разведка вернее не разведывать на юнити стали гораздо хуже видеть гораздо кто-то а и и и и и и Накоплю поинтов, возьму еще восьмидесяток. Далеко, я даже не знаю как это высвечивать то здесь в этом моде, не представляю как это высветить, самолеты полетают из темноты, вы сами все видите, видимо придется ставить установки за 130, так у нас БВшки, да 50 поинтов танк. О господи, ладно, поехали, начинаем все таки с кэшем. Так, сразу же переезжаем, отстрелялся, БУЛЬДОГ это что у нас 762, 762 не интересно. Надо забирать центр полноценно и там ставить, вплоть до того, что там прям оставить кэшемку у них на центре. Пошла сивишка, чем я могу это ответить? Могу, да ничем в принципе не могу ответить, там второй челик. Я ее даже не вижу. Так-то. Ну хорошо, купим дальше танки. За 180 очень дорого установку вытаскивать, хотя наверное стоит все таки. С невиками тут не посражаюсь, чем они вооружены я не знаю. Ну а что ты мне, что, что, что я сделаю? Туда мы не проходим, да? Мы все послевали на подходе. Все послевали на подходе. Опять не надо мувить, надо через атаку двигаться. Так нечестно, так нечестно. Не знаю о чем ты. Не знаю о чем ты, что тут нечестного. М-230, какая-то автопушка крутая. Нарубает пехоту только в путь. Значит, здесь я, да, не поставлю уже сивишку. Там пошли масс верты. Это дешевые вертолеты. Ладно, забираю к себе этот акашин. Что еще остается? Еще, допустим, мясо, да. Один все-таки забрал. Так, переключаюсь к себе и мне надо будет пропушить какую-то зону. Я склоняюсь, на самом деле, к тому, чтобы пропушить все зоны. Вот. Хорошо, Григорий мы более-менее вернули. Теперь давайте пытаться размещать кэшем на своих позициях. Кэшемы и разведки. Восемь, пятьдесят поинтов. Неплохой вертолет, неплохой. Главное, что дешевый. Все, здесь уже все обсажено реконом. САС. Нифига себе. Мне необходимо разрядить ту хрень, которая сидит в кварталах. Мне необходимо ее разрядить. И снова я ничего не вижу по воздуху. И нет денег, чтобы купить ПВО. По еще один град какой-то хренью вылетел. Очень страшные машинки. Так, поехали. Докладывать нечего. Хорошо, потихонечку расходуется там боезапас. Но я продвигаюсь вперед. Выкладываем. Выкладываем. Без нас вы были быстрее. Выкладываем. Вы готовы, шанс? Что-то у меня один танк забрал, да? Один танк. Остальные подраненные. Увратительная тема. Еще и ушел к тому же. Еще и ушел. Ну все, подходим к дымам в таком случае. Подходим к дымам. Работаем по челикам. Григорий оставлен намертво. Сейчас нам его опять вышибут. Вон, в тылу. Брак. Похоже были дроны для детекции. Поэтому быстро-быстро сваливаем армией. Чисто он пытался найти мое ПВО. Битые челики. Найс. Афганки не поехали. Можно пускать вперед верты. Теперь немного разведки сюда. И здесь еще чего-то урона наносящего. Допустим, вот так. Минус один. Чего-то залупа прилетела. Вот зачем нужен человек, который сидит на ПВО. Чисто в саппорте. У тебя из темноты прилетает. Ты даже их не видишь. Даже издалека. Даже издалека. Тут... Торы. Не на позиции, правда. С-300. Все, если пень разряженная. Ну ладно. Типа так и должно быть. Пошла арта. Ну, она опять же... Опять же все упирается в то, что это все не работает. Ты должен по земле воевать, чтобы побеждать. По земле. Если ты не имеешь возможности работать по... Видеть прямо здесь и сейчас противника, то ты не можешь эффективно работать. Арта будет мазать. Хочется, хочется залететь сюда по ПВО. Вернее, самолетом на два челика. Ну, Готом какая-то хрень шмаляет. Так, поехали. Еще рекон. И уже проходим более серьезными парнями. На позицию. Там надо высветить танк и его убить. Тунгач стреляет по одному станет всех. Ну, не красота ли. Правда, танки приехали уже. Это нормальный спам. Тем союзник занимается. Я понятия не имею. Его вообще на карте нету. Так, что можно здесь сделать? Допустим, бомбер. У них не хватает денег. Не хватает денег катастрофически. Да, я вынужден эту позицию оставлять. Мне сейчас вышибут только в путь. А, на Григория опять кэшем нету. Ну, это ГГ. Тут как бы воюй, не воюйся равно получишь. Да. К сожалению, союзник не тянет. Ух, жестко, жестко. Опа, видали? Лайтнинг. Минус все. Минус просто все. Не хватает денег, чтобы вытащить полноценную батарею. Я и на Елене, и на Дмитриевне, и на Григорию воюю. Не хватает средств. Вытащить два фаворита, в принципе, будет уже более-менее съедобно. Но, увы, не получается. Только сейчас накопились деньги. Мне все равно некуда вкладывать, по большому счету. Пришел вот здесь союзник синий. И меня сейчас вот отсюда вышибать будут. Ну, арта это как раз в самый раз туда бить, поскольку ты там ничего не убьешь. Ты нихера там просто не убьешь, потому что там танк. Арту ты можешь себе в очко засунуть, а зону надо выбивать вовремя. Когда она еще выбиваемая? Пока я всякой фигней занимался, мне вышибли все панцири. Ну и все это ГГ, собственно говоря. Досадненько, досадненько. ЗКВ, к сожалению, никак не хочет играть начинать. Плохо. Нас просто здесь порвали парняги. Порвали. Так, если есть желающие, если есть желающие, врывайтесь в игры, врывайтесь на стрим. Будем катать толпой. Так, 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 так. Сейчас сделаем игру. Еще одну. Попробуем 3 на 3 на этот раз собрать. Если кто-то еще подключится со зрителей. Так. Ага. И бой создает. Отлично. Прекрасно. За американцев закинул. Ну, пускай будут американцы. Значит, так. Так. Бустар, спасибо за гайды, пожалуйста. Привет, Бустар. Как мод поставить на армию РФ? В описании есть. В описании есть ссылка на дискорд. В описании есть все. Там проходишь, качаешь, запускаешь мод-менеджер и через мод-менеджер указываешь директорию игры. А потом через мод-менеджер запускаешь этот мод. И это мод не на Россию, это глобальный мод, изменяющий многие фракции. Вот. Доброй ночи. Что за мод? Привет, Николай. Вертолет улетел от Ориона. Там же Вертолет в ECM появился. Да, у Вертолетов появился ECM. ECM. Что за мод? Аннигилейшн мод называется. В описании все есть. В описании стрима. Мод довольно спорный. Из-за большого дисбаланса на уровне дорогих юнитов. По линии ПВО самолеты, сами видите, самолеты безумно жесткие, а ПВО надо реально контролить. Оно легко вышибается, стоит далеко, неудобно. Танки за 150 по деньгам не влезли. Там были у меня танки за 150, они не влезли по деньгам именно. Так и дратути. Дратути рилинг. ПВО на выбранство, наверное, совсем бесполезно. При точности 85 номинальной. Тут просто можно не лычковать ПВО. ПВО номинальная точность 80-70 процентов. Сумасшедшая абсолютно точность. На самом деле, я бы хотел посмотреть еще Британию. Что с Бриташками. Так, жалобы были на танки. Челленджер 2 Тес, 24. Ну, нормально, чё. 75 на 21. Две карты. Ну, это, конечно, не фонтан, но, тем не менее, 24-й лоб. Лучше только 25-й. 25-й будет стоить там под 200 монет. А здесь 24-й за 140. Это имба. У него, при этом, нету скорости. 55 километров всего. 22-й лоб за 125. Прекрасный там. Прекрасный. По пехоте я все равно нифига не пойму. Air Defense. 4500. Штормер. Стандартный, похож даже не менее на никаким образом. Тректора пира. Точно такая же. Колесный спад. Классно. На базе Роланда сделано. Так, мы чего, мы запускаем, нет? Никаких змей нет. Значит, фракция не менялась. Фракция не играбельна. Скорее всего. Ждем челов. Хорошо, ждем челов. Значит, что я хотел бы собрать себе? Что я хотел бы собрать? Мне говорили, зеленый дракон прикольный. Давайте посмотрим зеленого дракона. Значит, первое, что я возьму, это переносной фоб. Фоб на Ми-6. Ми-6 30 поинтов. Жестко. Дальше. Детачмен команда. Видимо, детачмен такой-то японский. Англицизм. Так, дальше. Два четверка. Пускай будет. Дальше. Ивека Астра. Ивека, это у нас по-моему Чехи. Кстати, шесть карт снабжения. Шесть карт снабжения. Мисси Мнашка. Что нового? Можно переносить фоб. Транспорт на вертолетах. Допустим, вот у нас. Ляха, мы собрались уже. Не до собрать. Короче говоря, я хотел набрать деку себе всякой крутой фигни, которой нет в оригинале. Посмотреть чисто, как это будет выглядеть. Транспорт на вертолетах. Так. Транспорт на вертолетах. Значит, погнали. Я поеду. А, ну ладно. Я поеду вот сюда. Правда, не знаю, как мне поехать лучше. Там может быть какой-нибудь вертоприлет. Потом начнется дрочь по самолетам. Я, наверное, пойду по дальней дороге. И аккуратно, не спеша. А! И полетели. Полетели. Так. Дальше. Это вот так. Это вот так. Чтобы сбить какую-нибудь чушь. Тур-разведка. Вертолеты отправляю без прикрытия. Посмотрим, что из этого выйдет. Либо я их передвинул сюда. Вертушки. Буду там на фланге работать. Либо видно будет. Главное подсветить. Обязательно кэшеем дополнительно. Дефа-эха. Точнее, дефаяся тэха. Дефайся. Дефайся. Очень дорого я по самолетам, по воздуху вложился. Поэтому, придется часть отменить. Взять все-таки что-то посерьезнее. Есть один тоу. Необходимо взять обязательно себе стингер. Лучше два. Две кэшеем здесь минимум на человека. Обязательно тоже берется. Сейчас посмотрим, как развернется мой союзник. Кстати, не знаю кто это. И если он не возьмет кэшеем, то кэшеем возьму я. Если не получится, если он возьмет, то я вытащу. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Давайте вот таких пацанов. Так. Два челика. Ну, два челика на такой карте, конечно, сразу минус. Сразу минус. Сразу минус. А есть моды к Wargame, которые добавляют дополнительные кампании? Нет, Александр. К сожалению или к счастью, кампании нету. И насколько мне известно, нет программной возможности это сделать. Ну, не то чтобы в принципе, но хотя бы каким-то там рациональным вложением сил и средств. Буквально новую игру надо сделать, чтобы что-то подобное реализовать. А есть мод, где Бустар в рейтинге фельдмаршал? Нету. Что тебе тогда рейтинга? Бустар никогда не будет фельдмаршалом-то. Кстати говоря, забыл совершенно сказать, что в этом моде рекон верты в вкладке вертолеты, а не разведка. Правда непонятно сколько они с кириконистыми. Вроде оптика exceptional. Вроде бы они высвечивают. Не знаю. Один танк остался. Ну, уже что-то. Уже что-то. Хорошо. Беру себе АГС и поеду на Эхо воевать. Развертывание говна, конечно. Чей не нравится. Но карта максимально неподходящая. Можно было бы, знаете, что сделать? Разыграть через вот этот участок. Через вот этот фланг. Тут обычно нет обороны никакой. Просто проехать, засесть в леса, поставить ПВО. Сюда потом по возможности пройти. И прямо отсюда простреливать в спауну. В вылет, точнее. Это все-таки не пехоту, а кашеем. Да. Давайте кашеем. Вет раз разыграем через Сивишки. Раз... Нет возможности проштурмовать со старта эффективно. Разыграем кашеемки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так ну что давайте, для чего... Кустар привет! Привет бишь там,ишек. Когда уже оденешься? Сейчас с рамом светишь ходишь. у нас вот как видишь мод новый смотрим пока что она неоднозначно очень неоднозначно воздух максимально душа здесь самолеты еще сильнее чем 125 т среднем в ваниле это тупо играешь против воздуха конечно понимаю что это реализм вся фигня но ты типа играешь против воздуха потому что все равно остается важным побеждать именно по земле вот крекер говорит что есть есть моды которые добавляют дополнительные компании поверим на слово в таком случае у меня четыре файтера на 200 которые бьют своими ракетами на 12 км но четыре файтера потом прилетает самолеты которые здесь вообще невидимые в отдельных случаях я не знаю было ли это на сегодняшнем стриме на вчера просто прилетает из темноты рад ракет и все и танки рассыпаются из темноты ну и кстати мое предположение что близко не дали не дальнобойная пво эффективно но не оправдалось все таки надо брать именно дальнобойной установки чтобы вот эти все фултрумы не долетали прочие жесткие или таких филтрумы возможно имеет смысл брать именно самые дорогие истребители но смысле не самые дорогие самой большой дальностью они же по совместительству скорее всего будут самыми дорогими а это крекер по ходу крекер любой ну ладно парни опять решили не приезжать на войну я не понимаю в чем смысл так бояться не по-настоящему как минимум господи хорошо потащили пво это вот все сюда перевозим в таком случае я уже я же вас сюда не отправлял ну ладно не восьмерку постараюсь сбить блэк хавками и прочей фигней ну и готовим ударку на эхо и и и Так, что я могу сюда привезти еще? Допустим, Тоу, допустим, еще Джавелин, нет, оставить Джавелин, Стингер, и дальше уже там пехоту вытягивать, и еще Хемт. У Беретов очень маленький боезапас, кстати, посмотрим, как он прилетает Птуром. Нет, в лоб попал. У него нет свойства топ. Не настаёт. Ну, сто дренажка и сто дренажка, ну и чего, выпускай стоит, мешает разве? Я ее, может, высажу, может, дальше повезу. Так, это сюда, там высадим, пошаримся в тылу у них. Томолёт, как и странно, до сих пор все еще не упал. Вот она, это ПВО, отлично. Ну все, можно сидеть, тупить, у нас плюс 3. Мы заняли центр, у нас будет плюс 2 в итоге, и мы можем атаковать гольф. Гольф. Давайте отсюда снимем часть пацанов. Не, противник, он не приезжает почему-то на войну упорно уже, которую партия. Очень странно. Часть отправляю сюда, часть оставляю в городе, и потом еще привезу сюда в ассалт секшн для обороны. Здесь я вызвал ударку, чтобы заходить в кварталы. На эхо никто не приехал из врагов. Я эту ударку смогу переправить, кстати, где она. Хуже, я все-таки не вызвал, да? Ого! Д-800, не радарка, класс! Пошла арта, но артить можно куда угодно. Много пользы это не сделает. Там гарно-стрелки. Короче говоря, это какая-то хуйня из-под коня начинается опять. Засели на позицию, будут сейчас обороняться. Ну, мы будем тогда от этого дома отталкиваться. Надо зачекать, что здесь реально пусто. И вот отсюда будем двигаться. Четыре ракеты. На две тысячи. Вот там. Плюс вулкан. Посмотрим. Наверное, не собьет все-таки. Там приехали нас птуры. ПЗРК приехали. Переводим их на этот фланг. Будем развивать наступление вот с этой стороны. Хорошо. Пришлось, к сожалению, пожертвовать пацанами. Нехорошо. Но я смогу позицию отыграть. Это одна карта. И десятка, и шестерка. Я не понимаю, как это произошло. Но здесь я брал только одну карту пусков. По геймплею в компаниях мужчина отличается от тех же сетевых баталий, от тех же... Так, потом прочитаю. Че-то у меня упало. Так, геймплей в компаниях мужчина отличается от тех же сетевых баталий, ибо тем же морпехам с СССР с сетевым... Полбежься в компании, как нарадоваться ими не можешь. Не совсем понял, что ты что-то написал, Александр. А я, точнее, вообще не понял, что здесь полбежься. Из-за того, что искусственный интеллект работает немножко по-разному, скрипты разные задействованы... А, да, действительно, большая разница. А шо? А шо не так-то? Приехал Орион. Орион сейчас будет меня здесь калить. Еще нужны стингеры. Хорошо, это кто? Еврофайтер. Предельной дистанции бахнул. Тихонечку отбиваем свое. Надо чуть больше разведки. Допустим, еще вот так, вот еще вот так. Что, пошли. Вот, если что, я прикрытый ПТУРом и другим ПТУРом. Тут Дельта Фарш уже может продвигаться вперед. Горнострелок ему не страшен. И еще есть и мелбы. Верты за 40 поинтов. А я сам коплю на... Лангбой, что ли? Чай с лангбой. Снова приехали какие-то бумеранги бесполезные абсолютно. Которые за все игры еще не сделали вообще ничего. Ну ладно. Опа, был в восьмидесятке. А, да, я коплю на антирадар. В общем, мне не обязательно абсолютно идти вперед. Мне не обязательно побеждать. Я уже выиграл, потому что я имею плюс два. Парни никак не хотят понять, что... Надо воевать, чтобы выиграть. Недостаточно просто приехать. Надо еще и противника уничтожить. Возьму Каеву. Для начала. Ну а потом уже антирадар. Готовится атака, очевидно, на Фокстрот. Ну, вообще неинтересно. Они все равно не успеют, даже если пойдут прямо сейчас в бой. Это неинтересно. хорошо там панцир работает а че не заряжаешь то в чем проблема так куда мне пузырька выставить да скорее всего сюда я и выставлю а теперь танк нет подожди отставить я купил вертолет каеву теперь антирадар конечно же там был панцирь если он выключен я его убью если ну сами знаете короче он скорее всего выключен парни не за не атакуют парни чем особенно такими занимаются все что они делают это контроль от того и артиллерию поэтому рассчитывать на то что панцирь не выключен и стоило вот он фоб во спасибо тебе смайл прикиньте мид по за 6 прилетел привез поп это просто охеренно офигеть не стать на инди переносной фоб двадцать шестерка плюс фоб двадцать шестерка права ничего не перевозит а вот фоб да класс так но здесь мне уже не обязательно продвигаться дальше позиция моя а ссошники проиграли вот этим парням я понял я смысл горнострелков кто его купить дешевле отдельно для гордость пехота лучше защита кварталов контроль территории очень много туров у парней но типа я их просто перегружает пти поинтерами и все а бумеранги приехали заковой елы-палы ну что ты творишь такие бумеранги бесполезные мусоры ну господи минус 1 с 400 триумфов смотрите какая дистанция с джульетты до фокстротта добивает это бред вот именно поэтому модеры херовый гейм дело так то стинге разряженный почему-то стоит так теперь брахи разряженный болен пехотинец разобрал бы это семьдесят двойку срату так и теперь я хочу тандыром полетать немножко так в в в в в в в не пускает меня на свою позицию но есть до последнего дефается но типа мне без разницы что он там дыхается по факту если бы он так оборонялся бы где-нибудь вот тут на браво туда у меня были бы реальные проблемы давай еще залетит так по земле чисто нурами там все бил что ли нет ну вот потихонечку я захожу на свою позицию очень сильно не спешат еще прилетают какие-то тайфун центуриона которые все уничтожают бмп т2 терминатор о господи вернее 72 не видел город не видел там один вышел остался второй не пытается никак контратаковать переходить инициативу а мы можем наступать кстати я же вроде бы он покупал что-то приезжайте вот они тебя брать и которые я что жду еще на мясо вытащил еще кэшем куплю господи забил горнострелками леса забил не танками леса все забил мясом выйти не может а все равно забил видали пузырка как работает чудовищная мощь просто чудовищно кстати 72 мбмпт стоит там безумных денег поинтов 170 20 пора притащить сюда чинук и хемтов немножко хорошо хорошо летел смотрят союзника ну такое конечно такое парни не хотят идти в атаку такую пехотные птуры не живут пехотные птуры живут нормально просто их вытаскивая с кварталов и начинают сгорать работе так ну давайте еще раз попробуем хотя нет подожди надо не пробовать надо деку новую делать надо делать новую деку силённых драконов ну да вот она дека значит что у нас здесь есть переносной фоб так обязательно должен быть ты должна быть кэшем к с транспортом вот это по 1 кэшем 85 поинтов китнист а я супериорики истребитель 8 500 9 миллион 8000 7000 ну по идее вот этот пойдет анти танк Некорректно работает сортировщик Немножко Палькон 26 А нет, пока не буду его брать Напомню, у танков 15 хп Нужно большое пробитие, чтобы их убивать Супер Тукана Век к БУхе по ВАВА Такое Мультироп Гриппин Д Вот он, фланкер, который я видел 8500, как истребитель работает 4 ракеты непонятного Хвойства, на 15 хе Беру Обязательно беру, не знаю, что это, но я беру Я уже хочу Это какой-то бомбардировщик Мультиропа, вернее, Сида нет Бусь, увидел тот град, который я пускал Не, крекер не увидел, прости G-Drive, это мото-анихилейшн Мы смотрим, что здесь происходит Ми-35 и ДН 2800 Нуры 80-мм Чинук Опять 8 хелфайеров Ну давайте, это, конечно, будет чинук обязательно Хотя атака Тут атака, там хелфайер По характеристикам они сейчас абсолютно одинаковые Но хелфайер стал стрелять по вертолетам И у Гардиана Эксепшнл оптика Однозначно Гардиан Дальше техника Говноптура воска Вот это я возьму, потому что у нее топ Я пытаюсь посмотреть, как это работает, когда он попадает сверху ВМА-301 Колесный танк Я беру Три самолета Все хорошо Инфантри Капазгат На АГСе, на ВАЗ-151 И на Пандури 2 и ФФБ Кушмастером Давайте возьмем их чисто ради прикола На Пандури 4 штуки И также дешевых пацанов 6 Нет, это пятерки, 9 Вертолет Обычный Дроны я так и не понял Но буду пытаться их еще раз использовать Отставить Викл В Спешл Форсес осталось и Викл Тайфиб Как раз Тайфиба с Залпом по крыше Но Не влазят уже они Они нужны Они прям нужны Черт Хорошо, давай вот так-то сделаем Без дешевой разведки Обойдемся в этот раз Подожди, не спеши Еще есть техника Колесный Бушмастер Слушайте, это прям классная Колесная дека Здесь и элита очень крутая С птуром, полу-птуром Батт лоу Стреляет в крышу Вот из небольшой дистанции Посмотрим, как это будет работать Мистраль 80% На 2600 Офигеть Я прям, прям Мотор Мотора захотел Прям сыграть Дальше Оплот Т ВТ-4 Одинаковые танки Похожи По своей сути Нет Нифига Оплот более бронированный А ВТ-4 Более Домажная И то, и то Беру, короче Учитывая, что У оплота всего 18 бронепробитий А ВТ-4 Конечно Вне конкуренции Даже несмотря на 8 18 БП Он ничего не пробьет И дешевые машины Так, а дымы Дымы Интересно По балансу Здесь Дорогие танки Они не закрыты Дымами Включается Так Air Defense Gun Есть На Самс Беру Панцирь 3 Здесь Без лычек Идет Потому что Точность Безумная 80% В дефолте А 2 Просто мало 2 Можно не брать 1 Погибает В любом случае 2 Вытаскивается И одной И одной уже Не хватит Нужно Минимум 3 установки Либо Ты берешь Тунгуску М За 70 Отказываешься От панцира Либо берешь 3 руки Панциря Так Это я тоже Обязательно возьму Какая-то Очень крутая Хитовая Гайдовская АОЕшная Установка Нерадарная Колесная 103 Господи 130 130 Скорость Передвижения По земле Двигается Сама Со скоростью Ракеты Я беру Реально Мото Фракция Надо брать В моторе И отыгрывать Как мотор Вот у нас Еще есть HQ12C На 6500 Заметьте Здесь нет Как S300 На 12 Все очень Недальнобойное На 4 Ракеты 5000 Километров Давай КМС1 Возьму Три штучки Этвайзер Пасонг 170 Ну не по карману Такое Вообще Не по карману МЛРС Но на МЛРС Уже не остается Вот 160 Мар Который там Ваниль стоил 90 И остается Настолько Взять Мартирку Это не Мартирка Это ПВО Борт Мартирка По Т-72 Бэтрин Так Короче У Бритосов Это Ракет По наземке Но это Жесткий Я его Видел Как он работает Омега Жесткая Фигня Как не работает Поворона Считается В топ Просто не залезли В интерфейс Я пропускаю К чему ты пишешь Крекер Я просто уже Забываю О чем Шла речь Дальше Анти Айркрафт Вот он 2 875 Точность Тут просто Ничего больше Для счастья Анти Танк Тим Джевелин 7 на 13 В крышу Имеешь ввиду Смысле Штоптуры Не попадают В крышу Понятно К сожалению Увы У Бритосов Есть еще Пехотный Тайр Стрик Противотанковый Противотанк Фиговый Ну доберемся Может быть До этого Джевелин 65 точности Его лычкую Команда Так Капогат Это у нас Стандарт Здесь беру Капасус Хочу посмотреть Как работает Капасус В смысле МБТ Лоу Инженеров Уже не остается На файер Саппорт Ого Ого Тоу2 Это не файер Саппорт Тоу2 Так Ладно Убираю Джевелин Беру Обычный Тоу Лайты Закончилась Саппорт Так Лайты И все равно Не хватает Здесь Два Пойнта Мне это Ничего Не даст Не смогу Взять Пятую Карту Пехоты Ладно Получается Будем без пехоты Воевать Так Ну че Кто еще будет Крекер Получается Только ты остался Или все уже Разбежались Сейчас посмотрим Подтянутся Парни Не подтянутся Если не подтянутся То закончим Если подтянутся Хочется посмотреть Еще юниты Хочется посмотреть Фракции Ну вот проблема Вот проблема Конечно же В этом моде Нет людей Привет Что это у вас Мод Аннигилейшн Прекрасный мод Но кривой Дисбалансный Крекер ушел Так понимаю Закавая слайм Тоже уже ушли Но больше желающих Пока нету Поехали смотреть Британию Или лучше Репки Посмотреть Да Лучше посмотреть Репки Может быть Там удастся Что-то найти Напоследок Новые юни Такие-нибудь Новые Фишки Посмотреть поближе Как попадают Ракеты Так Это у нас Вчерашняя Вот она Первая игра Здесь я играл Против двоих Парней Парни решили Опять же Не приезжать На войну Засели на позиции Браво Фокстрот Браво Чарли Фокстрот И решили Отыграть Через воздух Ну так Понятное дело Войны не выигрываются К сожалению Это нереальная Жизнь Эта игра Хотя и в реальной Жизни Сами понимаете Как моды Скачивать На варгейм Берешь мод Скачиваешь его Распаковываешь Любое место Нажимаешь Варгейм Варгейм Мод менеджер Там тебе Предлагает Директорию игры Выбрать Ты ее Выбираешь Потом Помни что я делал Потом запускаешь Опять Мод менеджер Ставишь Варгейм На английский язык И запускаешь Через мод менеджер Версию Стоит 10 поинтов Не делают Ничего По факту Сами понимаете Это бред Приезжать сюда Обороняться Пришли два Гвардейских Айрборна Дивизионных И все Армия Осталась на респе Так Так Это у нас Кто вообще Так Это мотострелки Это регуляры Очень медленные Шилка С двумя пушками О Вот она Шилка Игла И Амур 2200 То есть Шилка Она просто Не попадает По вертолетам Мелк у нас На 2800 Бьет Каева Бьет На 2800 Шилка Бесполезный Мусор Получается Эхо Все начиналось С того Что я просто Скинул скрины Работы Искандера В этом моде Пошел Пошла работа Бумеранга Тут его прикрывает Сосошник Против М113 Бесполезно Абсолютно Он стоит 40 поинтов 40 поинтов За ничего И он разбирается Обычными Пулеметами М2 12 7 Так Подождите Здесь Хе Пауэр 0.75 0.75 А у стандартной Пехоты 0.50 Хе Ну такое Вроде бы Распределение Поинтов Правильно Если отсечь Вот эту Группировку Ну а Прямо под фобом Прямо у фоба Стоит Стреляет Две ракеты Ну он прямо у фоба Стоит Отстреливает Дальность 10 тысяч Облетать Я смотрю Тоже очень важно Чтобы высвечивать Такие цели И разбивать их Ортой Или даже Магланами Местными Ушки Спрятаны Это хорошо Это правильно Сосошник Здесь никого Не победит Одинокий Слайм Решил не воевать До сих пор Не вызывает Юнитов К сожалению Но он Отыгрывает Через воздух А воздух Не отыгрывается Потому что Нет На поляге По земле У меня есть Внимание У меня есть Возможность Втаскивать Самолеты М2 Браунинг Не благодари Хорошо Хорошо Крекер Не буду Триспа Просто от Фоба Отстреливает По-моему Там эта штука Две В деке Нет Три Либо одна Либо три Либо одна Это у нас Нелочкова Скорее всего Их три Но это не точно Погнали дальше Собственно Нигде Ничего Нету Спрут Что такое Спрут Тур П600 На 24 Пушка За 50 Поинтов Слушайте Достойная Машина Достойная За 55 Поинтов Хоть и две Брони Хоть и картон В механе Можно пытаться Использовать Ми-24 ВМ Атака Нуры Артопушка Хороший Вертолет Тигр-М Дым Автопушка Корнет Мы смотрели Аэрборн Дивижн 33 РПГ 28 30 Бронепробить Офигеть На 20 Это очень Крутая Пехота Плюс Игла 1 Д А Вижу 2 200 То есть Они как САС Бесполезны Хотя Подожди Это Они бьют Жи Играют Против Нура Поскольку Это Пехота То есть Не могут Реально Сражаться С вертолетами Перебивая По дальности Автопушку Наравне С Нурами По дальности Из леса Откуда-то Пострелять Да Они могут Попытаться Отыграть РСАС С 30 Бронепробитием Чего 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 Не Увидел 80 80 Миллиметровых Нуров Прекрасная Машина Вот Такими Должны Быть Нуровозы Варгейми БМД Дальность На 14 Тысяч Вот Вот Она Ужасная Машина Которая Все Убивала Снова Превосходная Оптика Нету ЭЦМ Но 12 ХП Хочу Посмотреть Как у нас Пошли Вертухи Ну тут Бесполезно Я уже Играл с ними Я уже Выучил Что они Так делают И просто Работаю Позыркашники Позыркашники На 85% Точности Имба Нету Цели Для самолетов Нету Нету Разведки Нету Контроля Территории Вылетел Мэнстей За 150 Никого Не увидел Улетел Видимо Мисклик Задымил Просто Пошла Атака Ужасно Организованная Конечно же Тут Ни пехоты Нету Нереальной Гнивой Прикрышки Тигрэм 2 А если Здесь Птур сидит Ноль Будет Тигрэмов Воздушный Бой Вроде бы Я его И выиграл Вроде бы Но Вот Меда У пацанов 2 фаворита С С300 У пацанов Рядом Респ С Филонами Откуда Откуда У них Столько Пойнтов Я все Не могу Понять Оказывается Вот Откуда Они Просто Не покупают Армию Наземную Где Восьмидесятки До сих пор Не зачинены Стоят Здесь 20 минут Я тут Бомбил На Браво Здесь Один ВДВшник Такой Стоял Жестко Аллигатор Напоролся На Стингер Так Это Был У нас Град И Град Отрабатывает Как мне Рассказывали И Кассетно И Фугасно Я не Понимаю Как Это Но Он Прям Очень Эффективный Похоже Я его Убил О Град За 60 В Текущем Ваниле Стараются Делать Концепцию Скорострельных РСОши За 60 Пойнтов Отстрелялся Перезарядился Снова Отстрелялся Маленькими Комплектами Чтобы Чисто Постоянно Встанеть Это Ларс 2 Это Пламен Еще Там Добавили Какие Установки Я уже Забыл Те же Катюши А здесь Смотрю Наоборот Град Большой Комплект Дает За 60 Пойнтов Идет 30 Третья Декада Игры Парни Не покупают Армию Ну это Блин Зато У нас Полный Воздух Гранатометная Группа Не успел Отсмотреть Этот Залп Раз Два Три Четыре Целая Грой Снарядов Влетело Короче Супер Эффективный Самолет Который Могут Разбивать Целые Танковые Группы И если Вы Топ Танки Танка С Теком Ну Шансов Нет Против Такой Темы Здесь У нас Лоб Тройка А на Топовых Машинах По моему Шестерка Как Здесь Или Даже Девятка В любом Случай Мало Не Покажется Супер 7 Филон А Снова Истребитель 80% 4 Ракеты На 10 Тысяч Метров Какой Нахрен За 150 Сам Истребитель На 8 800 Ну Это Просто Не Сработает Он Вырубит Прежде Чем Стреляется Вот Вот Оно Почему Меня Побеждает Постоянно По воздуху Конкретно Брать Самое Дорогое Что Только Возможно Так Поехали Интересная Вариация Кэшемка На Брекон Машине Если Бо Я Здесь Отыграл Через Два Топа Может Быть И Получилось Быть Сразу Забрать Дельту А А В П1 П1 А1 Не П7 А1 Это Что Это ЛВТП ХГС П1 А1 Уникальная машина, чьи нуры сбивают вертолеты Противовертолетные нуры Так, секунду Он, парни, пишет ПВО в этом моде нечто Да, ПВО в этом моде нечто Просто жесткое И нужен специальный человек, который будет сидеть Тут нужен формат конкретно 4х4 Вместе с саппортной И десантной сборкой Что у нас здесь Массовое Засилие бумерангов, которые понятно Нихера не делают Гарнострелки с метисами, которые нихера не делают Вертолетом И у нас здесь веномы Все убивают И причем Чтобы отбиться от такого говна Необходимо две установки Потому что одну заглушат Тут много вертов А если он возьмет один панцирь Его просто заглушат А два панциря он взять не сможет Как отбиваться от вертодроши От вертодропов Я не понимаю Здесь такое ощущение Полностью доминирует Именно быстрое Развертывание Быстрый способ игры Через в том числе Колесные танки Через местных Магланов Через вертолеты И через воздух Механизация Выглядит пока Очень слабо Но в мехдеках Есть все В мехдеках Есть и вертолеты И все на свете Несмотря на то Что слайм Тоже не привез Фиктивных юнитов Все равно Оказалось Что обычные Марин райдеры Это Аналог Квесмариков Элитный только Перебил здесь Все эти бумеранги С мотострелками Двенадцать ракет Смотри 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 Мимо Тут у меня заглушил Один танк Полностью Начисто И чтобы вот такие Машины контрить Я их даже не видел То есть темноты Прилетели ракеты Все таки Необходимо покупать Именно дальнобойные установки Вот хотя бы Витязи С-350 Через груза Сто поинтов Кстати Грушники здесь Стоят 90 А не 100 поинтов Но у них У самих Птур Топовый Который в крышу залетает У них БТР 90 С Птуром Но это просто Машина аннигиляции Не справляется ССО Бомеранги Тоже не справляются Никак не выходит Просто в сухую Рассыпался Так хотел вам показать Как работает Фултрум Но что-то Не получилось Даже потратил 150 поинтов Чтобы его купить Самолет Чудовищный Вот нафига тебе ССОшник В тылу Нахера он тебе Здесь нужен Если у него Шмель Он увидит Кошемку Она басится И сдохнет Зачем тебе РПОшник В тылу Нахуя ты его Берешь Удобрять Удобрять Я активно Я активно Вызываюсь На гольф Тут по-моему У ЗКВ Мотодека Поэтому надо Всерать Обязательно Зону Если ты взял Мотодека У танков 15 хп Напоминаю Они так легко Не рассыпаются 15 хп Притащил сюда Пол армии Все равно Въебал Эту зону Так Ну и все Лайт Драгуны 700 метров Всего на всего Скаут Гвард Тоже какая-то Как ее называется Там РПОха Так подожди Мне этот Вернуть Интересен 50 поинтов 40 Нуров И Коконем Прикольная Тема В России Вообще Безумное количество Эффективных юнитов Хочется взять Все и сразу же Я не увидел его Этого юнита Не увидел Не законтролил Поэтому А его надо было Обязательно Взбивать Мой косяк Тест 2 Челленджер Вот справляется За 140 поинтов Прекрасный танк На 24 лоб Это что такое Разряжает ПВО просто С 30 поинтов Так А Лайтнинг 2 Что такое Огромное количество Мультиропов Ага 5000 метров 20 фугас Это типа ГБУ ракета Это местный Найтхавк Привет Снайпер 697 Как видишь Смотрим Аниггилейшн мод Смотрим Есть юниты Поиграли Теперь разбираемся В чё играли Снова прилетают Мелбы Ваншотные Сбиваются Одной вербой Вот мне что Ещё интересовало Ха-ха-ха Нет Вы это Видели Вы это Серьёзно У них У них У них У этих Мудаков Простите Боже У них Снаряды От штормера Чуваки Которые Это делали Они просто Рофлили У пацанов За 25 поинтов Снаряды От штормера Это Сука Это ПВО Это Штормер В 25 поинтов 6 ракет Нормально Абсолютно И по земле 12 АП Абсолютно Шикарный Юнит Такое Привести Колёсно Или вертолётно И механ Может идти Сосать Сколько он будет Стоить Там 25 поинтов Плюс машинка 35 денег При том Что он может Раздолбать Танк Таизи Таизи Есть у нас Допустим Вот мод На 1992 Где вычищены Все вертолёты Или 91 Вычищены Все вертолёты Вычищены Все колёса А тут наоборот Усилена Именно вертолётная Колёсная Составляющая Вон ещё В ганке Апнуто Да вроде нет Чё это такое Просто стреляет И стреляет Многозарядный Ланс Четыре ракеты Четыре ракеты Семнадцатым Хе Многозарядный Ланс Безумно Всё дорогое И реально Накопить Там себе Самолёты Накопить Себе Вот эти Прсм Это конечно Нереально Пришли Скаут-снайпер Но это уже Неважно На самом деле Здесь полный Срач На гольфе Никого нет Но я тут Тоже ничего Не смогу Сделать На дельте Эхо Очень много Дек Очень много Вариаций Работает Моторы Работают Механы Работают Танкисты Изучать У кого Какая составляющая Рулит Прямо Очень долго И сложно Можешь В аннигилейшн Собрать Деки Эффективные За обе стороны У нас ещё И доход Суки стоял Значит Снайпер 6, 9, 7 Я уже Собрал Деки Эффективные За обе стороны Если хочешь Я тебе покажу После этой игры Деки Эффективные За обе стороны Снова Бумеранги Которые Не работают Так Подожди Это что за пушка Она прям Очень сильно Пехоту резала Не успел Посмотреть У нас ещё Высокий Доход Стоял Похоже Да На высоком Доходе Надо играть Этот мод Чтобы Нивелировать Эту безумную Цену Ну типа У тебя Стоит 200 Самолет 200 Стоит У тебя Танк И 200 Стоит У тебя Господи Орта И ты типа Раз в 2 минут Покупаешь Юнита 5 10 минут 5 юнитов В распоряжении Такой Блять Так Поехали Смотреть Деки Общий Американец Общая Дека 45 Пойнтов Фоб Хемт Кэшемка Кэшемка С дымами Кэшемка Дешевле Чем 100 Пойнтов Авиация F-15 Игл 2 Антирадар Плюс Истребитель На 9500 Антирадар На 12000 С точностью 75 АЕЦМ 60 Оптика Эксепшенал Понятная Безумная Машина Абсолютно Но 200 Пойнтов 200 Пойнтов И вот Такие Машины Надо Ходя бы Одну Купить Наберется В руки Эксепшенал Эксепшенал Кстати Кстати Говорю Не такая Большая Разница Полычкам И Превосходный Стелс Ты Никогда Нахер Его Не Увидишь Он Просто Прилетает На ПВО Заходит На ПВО И Разбивает ПВО ПВО Такое Сдохло И Увидело Вот Этот F15 Можно Выкидывать Навсегда Вот Она Эта Фигня И 3G Центри B2 Spirit 250 Денег 35 Хе Ого Боже ADM 160 MLD MLD 5 Поинтов Скорость 800 Доступность 24 Что Это Такое Приманка Для Снарядов У меня Рассетап Бритаж Гду почти Рекорсом За 200 Поинтов Но Это Правильный По сути Сетап Я Примерно По себе Представляю Сейчас Так Ну Ладно Мне просили показать деку Значит Пайтинг Фалькон Взят Пайтинг Фалькон Себя Не отрабат Не оправдывает На 95 Поинтов Если Попадешь То Попадешь То Не Попадешь Апач Гардиан Аналог Кланд Боя Агрейм 179 На 3500 По земле На 3500 По земле Это Значит Что Его Перебивает Только Самая Лучшая Красная Поговор Причем Таки Перебивает А вот У синих Нет Такого Дальнобойного Против Вертолетного Из Того Что Я Видел Примерно Та же Самая История На самом Деле Что И Самолетами Имеет Смысл Брать Именно Дорогие Машины Не Обязательно Только Их Но Имеет Смысл Брать Да Дальше По технике Здесь Ничего Интересного Нет Только Птуровозки По факту И Колесный Танк Колесный Танк Интересно Британский Апач Уже На Потом Оставим Разведка Самолет 500 метров Оптика Very Good Китовая Пушка 0 брони Бофорс Вот еще Штурмовик Что ли Теоретический Пушечный То есть Или как там Реально Какой-то Штурмовик Здесь Просто Разведка Разведка И Я Взял Рипера Это Тоже Беспилотник Но Вот Он У меня Никак Не Отыгрывает У него Скорость 300 км В час Он Никуда Не Прилетает Найт 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 Хавк Только Через Кнайт Рыцаря Е800 А Это Это Так Не Оптика Гуд Нет 200 Пойнтов Это Какая-то Фигня Там Наш Ф-14 Не Знаю Ф-14 Это Вообще Где Вообще Кто Не Знаю Так Ладно Танки Топовые За 175 Самый Лучший Танк Американцев Потом Идет За 160 Лучшая Броня 24 Есть Танки С 25 Броней Пробитие 24 Точность 80 Точность Здесь Безумная Абсолютно У всех Юнитов 75 Точность 23 Броней 150 Пойнтов 23 Пробитие 70 Точность 22 Броней Правда Не ездят Эти Танки Тузкие Американцы А нет Девят Коррог Есть Дешевые Танки Вот Здесь Есть Шарат Стингер На 2800 Плюс Лонг Боу Хеллфайр 2800 По земле 2300 По вертолетам Это Безумная Машина Просто Безумная Жесть Их Можно Брать Либо 4 Либо 6 Источностью 85 На 75 Я Склоняюсь Что Реально Надо Брать 6 85 По дефолту Тут Надо Понимать Что У самолетов Тоже Очень Много ЕЦМ В среднем 50 60 Процентов Топовых Моделей Но Зачастую Отрезая Например Банцири Отрезая Лычку Лычку И юнитов Ты отрезаешь Себе 30% Карты 2 Вместо 3 А здесь Шарада 4 Вместо 6 Можно Лычкануть Патрики 9008 Там Антирадары 12000 метров Здесь ПВО На 9 Работает Ты Выехал С респа Тебе Убили Патриоты США И Стелс Блэк Хоуки Кстати Стелс Блэк Хоуки Вот это Что Ли Вы Сейчас Сыпите Такими Названиями Что Ну Тут Так Много Новой Информации Я просто Не всасываю Все Что Вы Мне Рассказываете Это Очень Много Инфо Раз Лафа Д 2400 И Нуры Нуры Которые Стреляют По вертам Плюс Пушка Генская Скорость 6000 О боже Ты Мой Дальность 1900 Натакамс 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 АП Вот 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 это Интересная Вещь 15 Ракет Скорее Всего Надстреливается Большими Комплектами По 4 6 По 5 Ракет За залпом ПВО здесь реально нечто Вот ПВО Скорострельная Стреливает 1 2 3 4 5 Уехал 6 10 Ладно Можно тут еще долго Сидеть Тупеть Но Чтобы играть в мод Нужны Парни Нужны игроки Дед старый Помедленнее Пояснее Ну хорошо Я постараюсь Как-нибудь Мы попытаемся Собрать какую-нибудь Деку Я может даже Видосик запишу А вы Проходите Качайте мод Присоединяйтесь Я Заранее Сделаю Афишу Поиграем В этот мод Еще раз Парни уже Присоединились Фистично Ну вообще-то Это они Не присоединились Это я к ним Присоединился Они это все Замутили Ну и нужно Больше людей Хочется посмотреть Как работает Шарат Хочется Вернее Показать Как работает Шарат Хочется Посмотреть Как работает Атакамс Хочется Посмотреть Чего стоит Арта За 180 И конечно же Пострелять С неуправляемых Ракет По вертолетам Еще я не видел Как высаживаются Оп Ну а пока Давайте До следующего Стрима Когда будет Не знаю Но скорее всего Это тоже будет Нигилейшин Если удастся Сблатовать народ Все Всем кто Смотрел Спасибо Всем Спокойной ночи Получается Да Ну да Спокойной ночи Спасибо